Торговый дом Дендра представляет Все о луках и арбалетах Видео обзоры, все новинки рынка Знакомьтесь с нашими тестами, а также охота и рыбалка Смотрите на канале Дендра 3D соревнования по стрельбе из лука, где мишенями служат резиновые животные Установленные в естественной среде обитания Хорошая практика пострелять не только для спортсмена, но и для охотника Леса, поля, уклоны и различные дистанции все затрудняет выстрел Тем более, что в отличие от охоты, на 3D турнирах запрещается для измерения расстояния пользоваться дальномером Выйти на рубеж и произвести выстрел в нетепличных условиях Настоящее испытание не только для охотника, но и для его лука Я рассказывал вам о подготовке к 3D блочного лука PSE Dream Season Decrean 2015 года Давайте посмотрим, что из этого получилось Ну что, я не участвовал в 3D Вау, и года два, да? Да Как минимум И первый выстрел из PSE две десятки и четко по месту Совсем недавно я по такому муфлону стрелял из карабина Но спокойно, сколько тут, чуть больше 30 метров Можно вот так плотненько выстрелить и из лука Такая мишень довольно сложная, потому что сама мишень большая, а зона маленькая Ну как видите, две стрелы друг с другом 10 и 11 Очень хороший результат для этой мишени Индейка небольшая Тут чуть больше 20 метров Но одна в зону, другая чуть выше, но кучность Вот лук бьет кучно, реально Хорошая 3D, хорошая погода Отдыхаем 11 максимально и 10 Да собственно говоря, лук стреляет довольно стабильно Что-то вот уже сколько мишеней прошли Не отрёв ничего Из дистанции вроде как Опыт есть Крошка-енот 11 очковая зона, наверное, с 2-х рублевую монету Ну, 22 Стреляем в сидячего волка Это лично моя самая ненавистная мишень Потому что на нём вообще не это зоны Да ещё такой ветер И стрелять в какой-то коридор Дистанция тоже фиг Фиг поймёшь эту дистанцию Куда-то попал Кто-то явно постарался Поставить дистанцию так Чтобы она была не маленькой Куда-то попал Ну Не так страшен чёрт, как его молюют Потрясающая кучность И две максимальные оценки По 11 очков А расстояние тут, наверное, под 40 Да, Ларь? Где-то так Ну вот ПСЕ-то хороший лук оказался Кто бы мог подумать Так, первый круг 12 мишеней 223 Второй круг Те же 12 мишеней Уже 228 И общая 451 Несмотря на двухлетний перерыв в стрельбе Я попал на этом турнире 451 очко Что для охоты является Очень хорошим результатом И я бы сказал даже с запасом Рассмотрим поближе на 3D мишени Которая называется Пекари Это аналог нашего Сигалетка Весом где-то 30-40 килограммов Ну, на которого мы привыкли охотиться 3D мишень имеет убойную зону Убойная зона Обозначена линиями Вот если мы попадаем Абсолютный центр Абсолютная зона Она является самой маленькой Находится в самом центре Убойной зоны кабана И засчитывается на 3D турнирах Как 11 очков Дальше зона идет десятка То есть мы попадаем в десятку Это такой же абсолют Как и 11 Но на очко меньше Следующая зона Это 8 очков Что касается этой зоны Этой 8 очковой зоной Является той зоной поражения Которую мы используем На охоте Если вы попадаете в эту зону Значит ваш выстрел Состоялся на 99% А даже на 100% Что касается остального кабана Куда бы вы не попали По правилам 3D Это 5 очков Что будет если мы стреляем По 11 очковой зоне То есть как я уже сказал 12 мишеней 2 круга Это 24 По 2 стрелы умножаем на 2 То есть человек Попадая всегда в 11 Может выбить абсолютно 528 очков Если он попадает Всегда только в десятке То максимум Это 480 очков Если попадает Всегда в восьмерке То это 384 очка То есть если вы Со 100% вероятностью На охоте стреляете правильно По убойной зоне То на 3D Надо достаточно набрать 384 очка Так Это перестрелка За выход в финал 39 и 44 Я вышел И 43 и 44 Ну что ж На этом мое везение Закончилось Ибо за первое место Мне пришлось стрелять С Виктором Тарасовым Членом сборной России И человеком Никогда не покидавшим Пьедестал почета Несмотря на то Что Виктор регулярно Тренируется Мне удалось показать В финале Идентичный с ним результат Так Вот финал За первое место Я из 44-40 И Виктор Тарасов Из 44-40 То есть Мы выбили По 40 очков И пошли На перестрелку Если бы Терминатор Стрелял из лука Это выглядело Примерно так Стрела Виктора Оказалась на пару сантиметров Ближе к центру мишени И он стал Победителем турнира А я занял Почетное второе место Ну а теперь Немножко о выборе лука Дело в том Что Когда я задумал Себе Выбрать новый лук Для участия В 3D турнирах А напомню Что старый лук Из которого стрелял Это был Ходит Карбон Матрикс Он Был неплохой лук Для своего времени И выдавал скорость 318 футов в секунду У меня же он стрелял Ну максимум 290 И вот в тот момент Когда я решил Себе что-то выбрать Я оказался Как бы на пути Новичка Но дело в том Что Когда новичок Ничего не знает Он От недостатка информации Не может выбрать Себе что-то И кидается Справа налево Слушает всех Иногда у него каша В голове И зачастую Делает неверный выбор В моей же ситуации Было примерно То же самое Только наоборот У меня Очень много изобилия Я работаю Со всеми типами луков Знаю их Слабые Сильные стороны И когда Дело дошло до выбора Ну фактически Я остановился На двух моделях Это Мэтьюс Ноукам Современные И ПСЕ Декри Это луки Равнозначной Ценовой категории Но они По своей сути Немножко разные Ноукам Это лук Который создан Для того Чтобы точно попасть Он стреляет Точно Он стреляет Тихо Но у него Средние показатели Скорости 330 футов в секунду Лук ПСЕ Декри Это все таки Скоростной лук Он тоже Очень стабильный Очень как Вы видели Хорошо стреляет Ну конечно Он не такой тихий Не такой комфортный Как Мэтьюс Что Что же касается Охоты Если бы я ставил Во главу угла Только охоту с луком Которая у нас К сожалению В России запрещена Я безусловно Выбрал бы Мэтьюс Потому что Охота Она понимаете Вот все выстрелы Из лука на охоте В основном Ну на 99% Совершаются За ситки Сверху вниз На дистанциях Ну максимум 20 метров Ну может быть 30 и то вряд ли Я такого не встречал Все дело в том Что когда вы стреляете Сверху вниз Стрела На нее действует Минимальное притяжение земли И Не зависит ее траектория По большому счету От скорости лука Ну и плюс к тому Что Дистанция сама Она не подвержена Такому падению стрелы То есть 20 метров Вы 100% Просчитаете Куда вы попадете Как из скоростного лука Так и из медленного лука Что же касается 3D А это именно Выбор для 3D В основном Этого лука У меня состоялся То 95% Выстрелов на 3D Все происходят Параллельно земле Вот именно В этот момент Стрела максимально Падает Из-за протяжения земли То есть Здесь Выходит Во главу угла Скорость Поэтому Между Мэтью Сноукам И ПСЕ Декри Я при всем желании И Не знаю как сказать Вот выбрать Мэтьюс Прям вот горел Желание выбрать Мэтьюс Потому что там Такая прям Идея в нем Заложенная Офигенная То есть Ну блин Очень грамотный лук Я все таки выбрал ПСЕ Декри У меня никогда не было Такого скоростного лука Который позволил бы Где то ошибиться Ну плюс-минус 5 метров Наверное все таки Для этого лука Не так критичны Как для более медленного Лук Выдает 347 фута в секунду По АБИО По АТА 355 фута в секунду И что самое главное У фирмы ПСЕ Он не только выдает А иногда и превышает Эти показатели Но Вот эти показатели Они На полную растяжку Рассчитаны 30 дюймов И на легкую стрелу 300 грамм Это я говорю Для лука 60 фунтов У меня же стрела Весит несколько больше А растяжка Несколько меньше И Моя стрела Летит Я уж не помню Сколько Ну больше 300 футов в секунду Там 320 что ли Я замерял Вы наверное видели В прошлых выпусках Это довольно серьезная скорость Для 3D И когда я стрелял Где то я все таки Ошибался Ошибался Потому что Ну два года Не стреляя в 3D Я стрелял в основном Ну несколько раз С арбалета Там совершенно Другие идеи Но Вот эта скорость Не помогала Где то помогала Все таки Ну а теперь Немножко о самом луке О самом ПСЕ Декри Я думаю что Существует 3 основных Причины Которые Позволят Точнее не позволят А подтолкнут Человека Купить этот лук Эти 3 причины Я сформировал Для себя После целого дня Стрельбы По разным Мишеням На разные дистанции Под разными углами Первое Как бы кто ни говорил И откуда бы это ни шло А грубая сила Натяжения Грубая мощь Это все таки Осталось Старых ПСЕ Этот лук Тянется ровно От начала И до конца Вот именно Вот это ровное Натяжение Оно Не отвлекает Человека От мишени Потому что Вы посмотрели На мишень Сконцентрировались Подняли Растянули Выстрелили Когда лук Тянется неровно Когда его Надо сильно Сдергивать Когда его Мягко дергаешь А потом Переходишь Большой этот горб На сброс Это все отвлекает Здесь вы просто Взяли его Натянули Стрельнули То есть Вот эта Мягкость Внятность Натяжки Это номер один Второе Лук Очень стабилен Он стабилен Несмотря на То Что не стабильны Вы Потому что 3D Это не площадка Для стрельбы Это Абсолютно Разная Перещённая местность Вы можете Не так встать Не под таким углом Здесь там веточка Там бугор То есть Нет ощущения Что Вот вы Ровно встали Ровно растянулись Ровно сделали выстрел Это постоянная стрельба Вверх Вниз И вот Как бы вы ни стояли Всё равно Вы делаете ошибки И возможность Прощать эти ошибки Это второй Очень важный Показатель этого Лука Его стабильность Что бы вы ни делали Стрела его покидает В очень стабильном состоянии То есть Нет такого Что вы растянулись Выстрелю Лук отвело Стрела ушла Влево Нет такого Что вы перетянули Выстрелю Лук прыгнул вперёд Или назад Или подбил Ну честно говоря Я кайфовал от него Вот Второй Жирный плюс Что касается Третьего Конечно Скорость Вообще Мало луков Мало луков Которые способны Стрелять так быстро И уж тем более Мало луков Которые стреляют Так быстро Ведут себя Так стабильно Наверное Вот эти Три критерия Основных Я для себя Определил В выборе Этого лука Надеюсь Что Кто-то Если и посмотрит Это видео Потом Доведётся ему Пострелять С этого лука Я думаю Вспомнит мои слова И Почувствует на себе Почувствует на себе Не знаю Шарм Или обаяние Этой машинки Но Реально ПСЕ Декри Я рекомендую Рекомендую Для 3D Рекомендую Для охоты Он отлично Подойдёт Для охоты С подхода Когда вам надо Сделать Точный выстрел Вплоть до 50 метров Это Отличная Скоростная машинка И Пожалуй Своим выбором Я остался доволен Так что Всего доброго До новых встреч Ждём вас на 3D Продолжение следует...